Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на Пионевском проспекте. Сегодня мы с вами посмотрим базу отдыха Кокос, которая находится по адресу, запоминайте, Пионевский проспект 21А. Здесь буквально 30 метров до пляжа, вот за этим отелем, уже наши дюны. И вот туда, между отелями, мы это видим. Ну а теперь более подробно о том, как вы можете здесь разместиться, отдыхать и насладиться. Ну и прогуляемся к морю обязательно. Вся информация по бронированию есть в описании к видео. Номер телефона имеется в названии, пользуйтесь. Конечно, можно начать с фасада, но и как любой театр начинается с вешалки, так, я думаю, и это место должно начинаться с парковки. Парковка здесь есть, своя, мест много, я припарковался там же. С левой стороны от базы как раз-таки она и находится. Вот моя машинка и территория большая. Далее, здесь есть детская площадка, в которую можете прийти с детьми, поиграть. Она относится тоже к вашей базе. Есть мангальная зона, ну сейчас практически никто не жарит шашлык. А также имеется большой бар на входе. Бар, помимо того, что предлагает разнообразные напитки, также можно заказывать еду и разместиться по фасаде, отдыхать и получать удовольствие от морского воздуха. Причем здесь есть как такие обычные деревянные столики, также и более мягкое размещение. Тут реализуется мороженое. Цены можете посмотреть, что почем сравнить с вашими местами. А также разные напитки, закуски к ним. И вот уже что-то есть даже по ценам на еду. Обращайтесь. Здесь очень хороший бармен, который с удовольствием вас обслужит, сделает вам ужин, обед, все, что вам надо, друзья. Ну и прохладительные напитки, даже горячие кукурузы. Все, что надо, лежит в холодильниках. Далее мы проходим на территорию самой базы. Посмотрите, какую красоту нам тут включили. Подсветочка сегодня немножко пасмурна, но с завтрашнего дня придет жара. Итак, друзья, кухонная зона. Здесь общее место для тех домиков, в которых нету своей мини-кухни. Есть практически во всех. Есть четырехкомфорочная плита, есть раковина, наборы всей нужной посуды, микроволновка, чайник. Ну и даже вы будете отдыхать где-то здесь во дворе, можно прийти воспользоваться этой кухней. Наборы тарелок, то есть хватит абсолютно всем. Стаканы, даже разные специи для вас тут оставили с маслом. А вдруг у вас своих нет. Теперь посмотрим на территорию этой базы отдыха. Нас встречают лежаки, бассейн. Бассейн тоже с подсветкой. Здесь он без подогрева, но находится на открытой зоне, прогревается солнцем. Вот это с правой стороны два детских бассейна. Мы видим, как работает фильтрация, а это большой бассейн для взрослых. Хоть море рядом, но когда штормит, у вас будет подспорим бассейн. Перед многими домиками имеются свои места отдыха. Так что, пользоваться даже фасадной террасой, я думаю, что будут не все. По прямой мы видим многомойку. Можно ей воспользоваться после пляжа, чтобы к себе в домике песок не нести. Ну а теперь пройдемся по территории. По периметру у нас стоят домики, которые сдаются. Мы их с вами увидим. А также имеются вот такие вот беседки, в которых вы сможете находиться. С людьми пообщался. Многие, правда, только приехали. Информации не поделились. Но одна женщина оставила свой отзыв. Давайте-ка мы его сейчас с вами послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Откуда вы к нам приехали? Из Калуги. Как вам отдыхается в базе отдыха Кокос? В базе отдыха очень хорошо, приятно, замечательно. До моря далеко ходить? Нет, очень близко. Но еще бы пляж свой бы территория, чтобы с лежачками со всеми делами. Понял. Спасибо за отзыв. Вам хорошего отдыха. Проходим дальше. Здесь еще беседки, зелень, беседки, зелень. Ну, то есть, не обязательно сидеть в домике. Места всегда найдутся. Можно их за такими большими столами, большими компаниями отдыхать и знакомиться с теми, кто здесь отдыхает. Вот такая красота, дорогие друзья. А теперь пробежимся по самим домикам. Первый домик, который мы с вами посмотрим, номер один. Он имеет свою собственную террасу. Размещение в нем до четырех человек. И здесь видим стол с четырьмя стульями. Дальше идет большое панорамное остекление. С левой стороны можно повесить ваши вещи, чтобы просушить. Заходим вовнутрь. И сразу же в нос бьет аромат дерева, друзья. Здесь у нас есть шторы blackout, закрыть которые можно. Также раскладывающийся полуторный диван. То есть, можно даже и пять человек здесь разместить. Двуспальная кровать, односпальная кровать. Здесь телевизор, мини-кухня, холодильник, зеркало, спалит система, место для хранения. Кухня идет с набором посуды. Вы спокойно на ней можете обеспечить свою семью едой. Это индукционная плита, чайник. Внизу у нас вилки, ложки, тарелки, кастрюля и сковородка. Место для хранения выглядит вот так. У изголовья кровати есть тумбочка и бра. Также во всех домиках свой санузел. Здесь места очень много. Есть унитаз, душевая зона, раковина, зеркало, набор нужных вам принадлежностей. По ценам, друзья, здесь в районе 1000 рублей за человека. Там плюс-минус. Сейчас говорят, что домик можно даже за 1802 снять. Но с двухместным размещением. Поэтому смотрите на их сайте. Все есть в описании. Так как здесь прогрессивная шкала работает, то вот сейчас есть свободные домики. Их вам сегодня сдадут прям задешево. Дальше, когда будет большая нагрузка, программа будет высчитывать более высокие коэффициенты. То есть зависит это именно от загрузки высокого сезона. Поэтому заходите, бронируйте и отдыхайте. Посреди базы находится такой двухуровневый домик. Он состоит из двух. С той стороны вход и с этой. Здесь номер 23. И мы посмотрим его внутри. По фасаду имеется терраса, на которой расположены стулья и стол. Также место, куда повесить ваши вещи. Дом рассчитан для размещения до 5 человек. Вот так он выглядит внутри. С правой стороны раскладывающийся диван. Далее у нас находится двухспальная кровать, прикроватная тумбочка, комод, телевизор, холодильник. С правой стороны висит сплит-система. Далее имеется лестница, по которой мы поднимаемся наверх. Тут предусмотрены вешалки для верхней одежды. Тут у нас еще одно спальное место. И выходим на балкон сверху. Отлично. По высоте вы здесь спокойно находитесь. Я даже не достаю до верха. Для многих это может быть критично. Смотрится прикольно. Также он оборудован собственным сам узлом. Есть унитаз, раковина, фен, зеркало, принадлежности мыльные и душевая зона. Водичка бежит. По ценам, друзья, я все озвучил. Моя задача показать вам, как это все выглядит, чтобы вам было интересно. Люди здесь отдыхают. Вот собрались как раз-таки идти на пляж. Большое семейство. Сейчас мы с вами посмотрим двухэтажный дом. Он идет с размещением до 8 человек. И проходим вовнутрь. С правой стороны у нас мини-кухня своя. Далее идет раскладывающийся диван, шкаф, двуспальная кровать с прикроватной тумбочкой, сплит-система. Тут подъем лестницы наверх. Далее холодильник, стол, зеркало и телевизор. Чайник, индукционная плита. Далее набор посуды, вилок, ложек, сковородка и кастрюля. Это набор мини-кухни. Место для хранения выглядит вот так. Кровать тоже большая, над ней есть бра. На первом этаже у нас расположен санузел. Раковина, набор мыльных принадлежностей, зеркало, унитаз и душевая зона. Также имеется фен. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. На втором этаже большое пространство. Здесь двуспальная кровать. Плит-система прикроватная тумбочка бра. Дальше идет односпальная кровать. И еще односпальная кровать. Имеется свой балкон. Пространство здесь прямо очень много. Можно было еще поставить столы или дополнительные кровати. Выходим на балкон. Здесь стол, два стула и вид на бассейн. Сам домик очень большой. В принципе, здесь уютно и хорошо. Будет для размещения большой семьи, как мы с вами видели, ребят, которые выходили на пляж. Жалко, что они только приехали и не смогли поделиться теми эмоциями, которые здесь будут испытывать дальше во время своего отдыха. Это соседний домик номер 6. Он немножечко отличается, поэтому по-быстрому по нему пробежимся. С правой стороны мини-кухня. Раскладывающийся диван. Место для хранения двухспальная кровать. С левой стороны зеркало, стол, холодильник, телевизор, санузел. В санузле у нас раковина, зеркало, имеются полочки, фен, унитаз. Поднимаемся на второй этаж. Одна кровать, выход на балкон. Вторая кровать, детская кроватка. Здесь двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки. Место, куда повесить вещи и сплит-система. Также есть бра. И выходим на балкон. Стол, два стула. Вроде бы то же самое, но немножечко другое. Цены на сайте, либо по номеру телефона. Сейчас мы с вами посмотрим номер 10. Это большой домик. Он занимает вот такую площадь двухкомнатную для большой семьи. И с отдельным выходом для второй семьи. Здесь при входе у нас терраса. Место, куда повесить ваши вещи. Пять стульев, стол. Большая зона отдыха с своим освещением. То есть очень классно смотрите. Заходим вовнутрь. Здесь у нас в прихожей сразу мини-кухня. По прямой санузел и две изолированные комнаты. Заходим в правую. Здесь телевизор. Место для хранения. Стол, сплит-система. Односпальная кровать, двуспальная кровать. На стене висят бра. С правой стороны стоит холодильник. Место для хранения выглядит вот так. В левую сторону проходим. Здесь размещение до пяти человек. Раскладывающийся диван, двуспальная кровать. Между ними стоит стол. Тут для маленького человека. Есть кроватка и пеленальный столик сверху. Есть плит-система. А тут у нас место для хранения ваших вещей. Место для хранения выглядит вот так. Кухня. Это чайник, индукция и набор всех принадлежностей. Смотрим санузел. Душевая, раковина, зеркало, унитаз. Здесь имеется фен. Проветривание через окошко. Также есть тут и двухместный домик. Но там отдыхают молодожены. Мы им мешать не будем. Если что, информацию получайте по телефону. Сейчас мы посмотрим с вами трехместное размещение прямо напротив бассейна. Домик номер 21. Здесь при входе на террасе стол и два стула. Можете отдыхать и повесить свои вещи для того, чтобы просушить. Большое панорамное окно. Заходим вовнутрь. Все в дереве. Я что-то не говорил, я уже везде привык. Тут аромат дерева просто сногсшибательный. Поехали с правой стороны. У нас вход в санузел. Есть холодильник, тумбочка. Также большая двуспальная кровать с бра. Сплит-система сверху. Большое зеркало. Раскладывающийся диван, который довольно-таки большой. Я думаю, что возможно туда уложить не одного, а допустим даже двух детей. То есть можно даже не на трех, а на четверых этот номер брать. Далее кухонная зона. Над ней имеется телевизор и место для хранения. Вот так у нас выглядит шкаф. Ну а здесь для всех кухонь стандартный набор. Чайник, индукция, набор посуды. В номере имеется свой санузел. Это душевая, унитаз, раковина, зеркало. Фен тоже есть везде. Взял, у нас тут начался небольшой дождик. И как я говорил, мы с вами отправляемся на море. Я подготовился, переоделся в шортики, разулся. Иду туда вообще босиков, чтобы вы понимали, насколько здесь все это близко. И хочу искупаться. Пора. Че это? Все купаются, а я нет. Это люди под дождик все уходят в пляж. Сейчас выйду, скажу. Какая красота, пустота и никого вокруг. Это будет очень круто, мои дорогие. Здесь в проходе есть рыночек. Продают от товаров питания до товаров для купания. Также есть Рыблево. Это рестабар, в котором можно поесть напротив еда и провино. Работает заведение, в котором можно и поесть хорошо. То есть тут столовая. То есть мест для того, чтобы где-то что-то употребить. Здесь очень много. Далее имеется за этой столовой точка быстрого питания. Здесь шарма, пицца, разливные напитки. И вам предлагают насладиться шашлык. Написано от 49 рублей. И здесь у нас продают разные тоже товары короткого ассортимента. Тут у нас с левой стороны за забором пляж Ривьера. И люди как раз таки ожидают автобусиков, которые возят туда дальше. То есть вы будете жить круче, чем те ребята, которые много денег платят за свои отели. Но мы уже в принципе на пляже. То есть 30 метров закончились, как я говорю. Один корпус. И мы идем к берегу моря. Под ногами у вас будет настил. Я босичком по песочкам. Мне так более кайфово. Впереди мы видим уже работу торговых точек. Плетут косички. Пляжи полностью оборудованы и заполнены людьми. Здесь лето идет в полной мере. Потому что аунклюзивы у нас уже вовсю забиты. В такой частный сектор люди едут меньше. Потому что у них на рекламу столько денег нет. А с правой стороны пляж. А в долине слева, как я и говорил, ривьера находится. Ух, красота. Косички плетут, друзья. Ну и отдых здесь в полной мере уже идет вовсю. Везде люди. Дальше у нас находится тоже аунклюзив пансионат. После автодолиния. Я постоянно славянку забываю, как называется. Вот языки вверхтятся. А сказать не могу. Море чистейшее. Люди купаются. Температура с утра была почти 21 градус. Что у нас, кстати, по воздуху пока идем. Подумаем. Вот у ребят прокат катамаранов работает вовсю. Ну, 23,6 температура воздуха. Ну, и смотрим, как отдыхают люди. Территория, в принципе, есть. Хоть и небольшая. Но по факту атмосфера просто под дождем. И здравствуй, море. Я помню еще недельку назад здесь были зеленые водоросли. А сейчас тистящая вода. А сейчас люди купаются. А сейчас просто красота. О, там у нас пританцовывают, ребята. Прям настоящий отдых. Который ждет всех вас, если вы приедете прямо здесь сейчас сегодня к нам. Ну, разговаривать и показывать здесь можно все остальное до бесконечности. Проходите вправо. Там вообще и территория ходить. Отдыхаете там на дюнах. Наслаждайтесь морем. Как только вам это надо. Классная, прекрасная Анапа. Я планирую еще искупаться. Но в любом случае, ребят, вы сами видели все, что здесь происходит. Насколько это прекрасно, классно и привлекательно. Небольшое расстояние. Место шикарное. Деревянные, экологичные домики. По ценам только, честно, мы не смогли разобраться, как вам их озвучить. Поэтому смотрите сами на сайте. Не обижайтесь на меня. Я всегда максимально стараюсь показывать правильные, честные обзоры, как они есть на сегодняшний день. Но не от меня это зависит. Море теплое. Воздух теплый. Идет небольшой дождь. Послезавтра будет жара. Приезжайте, друзья. Хотя сегодня, я бы сказал бы, довольно-таки неплохо, круто и классно. Атмосфера шикарная. Повторяем. Температура моря 22. Ну и купание в море. Обязательно пробегая спортсмены под дождем не мешает. Ну, а мне не мешает купание под дождем. Как быстро чистится пляж, все уходят. Естественно, вещи мои под дождем. Все, основное, мелочи жизни. Ворвемся и мирнем с нами. Водичка кристальнища. Водорожье ее почистили. Хотя они тоже немножко отстречаются. Ну, это реальные мелочи жизни, друзья мои. Как-то, вонапер, где-то там по-любому не идет дождь. Хотя, возможно, и уже везде затянуло. Дождик был в прогнозе, поэтому ничего не удивляет. Хочется наслаждаться. Как-то резко так приходит лето. Я даже не успел вот этого момента поймать. То холодно, вот эти качели непонятные. А здесь еще все прекрасно и приятно. Ой, как приятно освежиться даже во время захода. Хочется все-таки еще глубже зайти, чтобы прям поплыть. А то мне постоянно говорят, Юра, ты заходишь по поездке. Какая разница, где купаться? Главное, что вода будет. Потому что можно и в ложке чайной. Здесь. Я один в море, ребята. Реально, посмотрите. Дождь всех выгнал. Почему-то люди из моря по выходе, когда дождь начался. Вот если молнии и гром в море, делать нечего, друзья. Здесь сейчас реально красота. Но единственное, я еще устал почему-то идти. Для детей это лучшее место будет. Только, потому что, видите, нету резкой глубины, как на каменных пляжах, там и в других местах. Постепенный запот. Это как детский бассейн огромнейший. Но не пренебрегайте правильной безопасности. Всегда следите за своими детьми, не оставляйте их одних. Ну ладно, ребята. На счет три. Лето в Анапе. Раз, два, три. Как здесь звучит музыка. Прям кайф. Красота. Как это приятно, друзья. Не хватает. Здесь столько тебя. Ну и тебя. А вообще все ваши семьи. Приглашаю на фотосессии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Выигрывайте винишко. Дай бог, чтобы я вам повезло. Либо пятихатку на счет. Телеграм-канал видите на экране. Но также можно поддержать нас донатиком. Будем вам благодарны. По номеру телефона 8-988-333-7887. Я с вами прощаюсь, но перед тем, как попрощаться, хочу включить для вас еще минуточку моря и отдых из этого пляжа без моего ворчания и болтания. От души приятного просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует...